Сейчас я расскажу как с видео, которое вы снимаете на дрон, либо на большую камеру, делать сторис для инстаграма и еще добавлю пару лайфхаков. Let's go! Монтирую я Final Cut Pro, но вы можете использовать любую другую программу. Создаем новый проект, напротив видео выбираем Custom и в пикселях задаем размер нашего видео. У нас будет 1080 на 1920. Получится такой портретный вид, в общем как используется в инстаграм сторис. Называем наш проект и нажимаем ОК. В другом проекте у меня уже есть готовый клип, я его копирую и вставляю в новый проект. Выделяем все наши видео и изменяем им Scale. Увеличиваем размер так, чтобы вот эти все черные рамки полностью заполнились. 316% как раз то, что надо. Теперь быстро просматриваем все наше видео и там, где в кадр не попадает вот главный объект съемки, мы его перемещаем в центр видео. Дальше нажимаем на иконку Share, сохраняем наше видео. Здесь в принципе все настройки правильно установлены, просто нажимаем Next. Сохраняем его в папку. Открываем наше видео и шарим с помощью AirDrop себе на телефон. Все, теперь наше видео в телефоне. Заходим в инстаграм и здесь есть иконка фотоаппарата. Привет. Выбираем наше видео. У меня видео получилось в 60 секунд, 1 минута. И сторис у нас максимум размер 15 секунд. С новым обновлением инстаграма. Инстаграм сам развивает наши сторис, наши большие видео на части. И максимум можно загрузить видео размером в 1 минуту. Инстаграм сам разобьет это видео на 4 части, вот как у меня получилось. Здесь видно снизу есть каждая часть. В виде картинки можно переключаться. Раньше приходилось самому обрезать видео. Раньше Final Cut Pro я 15 секунд большое видео нарезал. И вот эти отдельные 4 кусочка приходилось скидывать каждый кусочек на телефон. И таким образом публиковать сторис. Теперь все намного проще. Инстаграм все сам это режет. И это удобно. На каждый отрезок вы отдельно заходите, пишите локейшн, пишите хэштеги и какое-то описание. Я советую обязательно добавлять локейшн, обязательно добавлять хэштеги, потому что ваш сторис может оказаться в локейшне какого-то места. И люди просмотрят это, зайдут в ваш профиль и подпишутся на вас. Таким образом вы можете развивать свой инстаграм. Если взять мой сторис с озера Брайс, здесь видно, что 73 человека посмотрело мой сторис с локейшн и возможно кто-то с них подписался на меня. Вот почему стоит добавлять локейшн, добавлять хэштеги свои сторис. Также вы можете в Final Cut Pro добавлять какие-то надписи, которые не будут похожи на какие-то стандартные надписи в сторис. Доблять какие-то эффекты. В общем делать ваши сторис уникальными, непохожими на других. Люди будут заходить, шарить все и ваш инстаграм будет развиваться. Все, загрузил это видео в инстаграм. Заходите на мой инстаграм, подписывайтесь и посмотрите это видео. И сейчас его еще продублирую на ютубе и вы можете сравнить качество. Мне кажется в инстаграм, в сторис, вот качество очень хорошее. Потому что раньше я публиковал в паблик видео часто и там мне не очень радовало эти видео. Что я только не делал, качество было не очень. Инстаграм очень жалеет и очень сжимает ваши видео, которые вы публикуете в паблик. Потому советую публиковать в сторис. На этом все, спасибо, что посмотрели, подписывайтесь. И сейчас я вам покажу то видео, которое я сделал. Let's go! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok